Здравствуйте, мои хорошие! Я Алла, и вы на моем канале Просто Так. Сегодня мы с вами создадим сумочку-косметичку, которую будет украшать вот такая вот брошь. Сначала легко и просто сделаем косметичку, а затем я покажу, как делать такую красоту, такую брошь. Итак, для того, чтобы нам сделать сумочку, мы с вами вырезаем два квадрата. 40 на 40. У меня вот такой и вот такой. Эти два квадрата мы сшиваем, выворачиваем и обстрачиваем по периметру. Затем мы берем квадрат, складываем по центру вот таким треугольником и отступая с двух сторон, нет, складываем, я вот так вот сложу, потому что мне надо, чтобы светлая сторона была сверху. Вот так вот складываем и отступая здесь с двух сторон по 15, даже по 17 сантиметров, проводим прямые линии и прострачиваем здесь и здесь. Сейчас я прострочу и мы продолжим. Я сшила по двум сторонам, практически наша сумочка готова. Теперь смотрите, что мы делаем. Разворачиваем вот этот уголок вот таким образом и здесь мы пришьем пуговичку. Я пока заколю булавкой. Эту сторону тоже разворачиваем вот так вот на уголок. Здесь пришиваем пуговичку. Разворачиваем уголок на другую сторону. Здесь пришиваем пуговичку и с этой стороны точно так же разворачиваем, пришиваем пуговичку. Вот такой конверт у нас получается. Пуговички пришиты, вот так получается. После этого выворачиваем нашу сумочку наизнанку и вот эти уголочки аккуратненько распрямляем. И вот здесь буквально по полтора сантиметра вот так вот прошиваю вот здесь и здесь вот так прошиваю. Вот такое получилось у нас донышко. Теперь нам нужно поставить кнопочку. На вот этих уголочках отмеряем расстояние по 7 сантиметров. 7 сантиметров вот здесь. Отмечаем место положения кнопки с этой стороны и с этой стороны. КОНЕЦ Вот такая получается сумочка-косметичка. Вот так вот открывается. Вот так вот мы кнопочкой закрываем. Здесь мы отворачиваем. У нас тут получаются маленькие кармашки. Вот так вот отворачиваем. Ну и теперь мы будем украшать нашу сумочкой вот такой брошкой. И для того, чтобы нам создать такую брошь, нам с вами понадобится иранский фоамиран. 3 квадрата 6 на 6 сантиметров, 3 квадрата 6 с половиной на 6 с половиной, 3 квадрата 4 на 4, 3 квадрата белых 3 на 3 для маленьких цветочков. Для чашелистиков нам понадобятся вот такие вот полосочки фоамирана. Здесь где-то 0,7, а по длине тоже 7 сантиметров. 5 штук. И для листиков, для этих цветочков, нам понадобится 3 лепестка, где-то сантиметр по ширине и по длине 7 сантиметров. Также нам понадобятся вот такие тычинки. Тычинки я делала сама. Их можно, конечно, купить в магазине, но можно сделать. Берем ниточку, у меня вязальная обычная белая нитка, грунтуем клеем ПВА. Клей ПВА высыхает, и мы вот эти краешки опускаем в лак для ногтей. Один раз опустили, затем просушили и так сделали 2-3 раза, чтобы получились вот такие вот тычинки. Ну что ж, приступим. Берем вот такой розовый кусочек, складываем его в 4 сложения и по краю обрезаем вот таким образом. У нас получается вот такой цветочек. Точно так же делаем со всеми остальными. Складываем и обрезаем. Розовый я вырезала. Теперь беленький вырезаем, складываем и намечаем серединку. Теперь нам нужно обрезать по кругу, вот так вот, сделать кружочек, а затем нам нужно разделить этот круг на 6 частей. Я вот так делаю. После чего вот эти вот лепестки надо скруглить. Я вот так беру, складывая по 2, я так аккуратненько. раз, скруглила, сложила 2, скруглила, сложила 2, скруглила. Опять складываем и скругляем. Если они будут немножко неровные, это не страшно, потому что мы затем будем их обрабатывать на утюге и все у нас выровняется. Вот такие у нас получаются лепесточки. Все же я подрабатываю, конечно. Из беленьких, все беленькие, значит, так разрезаем. Делаем серединку, срезаем круг, затем намечаем центр вот так вот и здесь тоже разрезаем на 3 части и чеши листики. Берем квадраты, складываем. Можно не складывать, можно вот так вот просто обрезать края, сделав лепесточки. И когда мы вырежем листики, вот такие вот зелененькие, я предлагаю вам сделать вот такие вот надсечки на на листочках. Такие надсечки. Вот такие вот. На каждом листочке такое проделываем. Вот эти вот тоненькие 5 штук чешелистика тоже я предлагаю вот так вот разрезать. Смотрите, вот так вот, как травку. Немножко надсечь. Таким образом. Эти оставляем пока так. Надеюсь, вам все понятно. Теперь приступаем ко второму этапу нашей работы. Все. Отставляем. Берем лист бумаги. И нам нужно прогрунтовать наши цветочки. Я беру пастель. Вот такая красная у меня. И вот так по краю прохожусь. Так по краю прохожусь пастелью. С одной стороны и с другой стороны. Так мы проделываем с каждым лепестком розового цвета. Такая вот получается у нас небрежность. Зеленые листики мы также прокрашиваем. Только я беру коричневую пастель и прямо так тоже по краю прохожусь. Коричневая пастель прохожусь. Вот таким образом. также поступаем с чашелистиками чуть-чуть вот так вот проходимся. И так же поступаем с вот этими листиками потолще, которые тоже слегка вот так вот раскрашиваем пастелью. то есть тонируем каждый лепесток, потому что цвет такой неестественный зеленый. Поэтому нам надо добавить немножко цвета, чтобы получился такой более естественный такой цвет. Видите? немножко добавили цвета и получится ну красивее. И так мы должны затонировать полностью все цветочки и листочки. я затонировала все детальки для нашего цветочка. Теперь на следующем этапе мы будем работать с утюгом. У меня вот такой утюжок. Вы даже не представляете этот утюжок 1966 года рождения. Это просто бомба. И сейчас я начну с беленьких. смотрите померан еще называют пластичной замшей. Потому что он словно бы лепится как пластилин. Смотрите, что делаем. Прикладываем к утюгу листик. Прикладываем к утюгу и он начинает как бы сворачиваться. Ждем пока листики такие кругленькие станут. Раз. Смотрите. вот наш цветочек какой получился. Еще раз берем, прикладываем. Ждем, когда листики станут поджариваются. видите, поджариваем. Поджариваем наши листики на утюге. Смотрите. Видите, как он поджаривается. Листики закругляются. Прямо волшебство какое-то. Смотрите, какая прелесть. тем больше мы раз. Вот такие у нас получились цветочки. Красивые. Откладываем. Ой, горячее уже. Обожглась. Теперь смотрите, что делаем со следующими листиками. Берем розовый. Вот так вот прикладываем. И вот так заворачиваем и начинаем вот так вот скручивать. Мнем. И потом немножечко растягиваем. Вот так вот листик. Второй листик прикладываем. Складываем. Вот так вот мнем. Раскрываем. Следующий прикладываем. Складываем. Раскрываем. Следующий прикладываем. Вот так вот складываем. И в ручках мнем. Затем так немножечко подтягиваем лепесточки. Подтягиваем их. Делаем их таким немножко полукруглыми. Можно сделать сразу. Смотрите. Берем вот так листик полностью прикладываем к утюгу. Приложили к утюгу. Нагрели его. Затем вот так взяли сложили в трубочку все листики. Вот так вот перекрутили. Потом вот так вот в руках поняли раскрыли. А затем так немножко растянули сами листики внутри. Это если по-быстрому надо. Вот так вот. Смотрите какой красивый получается лепесточек. лепесточки. Еще раз показываю. Я буду по-быстрому. Раз поджарили сложили здесь примяли скрутили какое-то издевательство над лепесточками. Скрутили потом вот так помяли 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 раскрыли и здесь вот так подрастянули. Так делаем со всеми розовыми лепесточками. Зелененькими делаем то же самое. Приложили вот так вот подзакрутили немножко и расправили листики расправили. Можно вот так вот подзакрутить краешки. У нас получится вот такой листик. Есть конечно такие специальные молды которые или молты как-то молды молда да прикладываешь и потом структура листа получается. У нас нет может для начинающих хотя я много делала всяких разных вещей с фоамирана. Это очень красивый пластичный материал. такой листик у нас получается. Из чашелистика вот эти которые мы разрезали мы делаем тоже немножко подогрели и теперь смотрите вот такие у нас получаются чашелистики. вот они маленькие нагреваем немножко и скручиваем чтобы придать такой естественную форму и так мы проделываем со всеми остальными деталями нашего цвета. вот эти три листика мы должны просто вот так подвернуть вот видите так подвернуть показываю как просто складываем как бы в два раза вот так вот немножечко придавливаем его придавливаем получается вот такой листик вот подрезать мне нравится что здесь вот так вот просто как бы в два раза его складываем чтобы придать такую форму такой ложбин очка ведь такая ложбин очка получается вот такие листики это для наших беленьких цветочков у них вот такие будут листики длинненькие с ложбинкой все теперь когда остывает померан он словно бы начинает держать форму ту которую мы ему придаем вот так и сейчас начнем собирать наш цветок я забыла вам сказать нам понадобится кусочек фольги где-то 15 на 15 вот так вот ее скручиваем слегка кусочек проволоки также нам понадобится так берем скручиваем проволоку чтобы держался вот этот кусочек фольги и начинаем формировать такой шарик удлиненный вот такой бутончик вот такой бутончик на проволочке у нас получается теперь нам нужно подготовить клей я буду работать клеем пистолет клей пистолет у меня можно супер клей но тогда если супер клей то нужно ждать чтобы высыхали лепесточки которые мы сейчас начнем приклеивать итак у нас должен получиться вот такой бутончик итак клей пистолет я разогрела теперь приступаем к сборке берем наш бутон я предлагаю вам подготовить зубочистку по центру прокалываем дырочку и надеваем наш бутон то есть лепесточки надеваем на наш бутон таким образом теперь подклеиваем все лепестки к нашему вот этому бутончику так смотрите раз закрыли теперь второй лепесток закрыли формируем центр нашей розы таким образом закрываем серединку вот вот такая у нас получается середина готовый бутончик как настоящая розочка так же поступаем со следующими лепестками прокалываем дырочку и очень длинная вот это вот неудобно и надеваем наши листики на наш бутон хорошенько надо закрутить потому что лука надели теперь подклеиваем наши листики к нашему бутону но уже не до конца вот так вот видите не до самого конца когда вы работаете с вами рано можно его немножко подтягивать придавать по ходу какую-то форму которая вам кажется нужна вот у нас получилась второй ряд наших лепесточков третий ряд делаем проколываем дырочку и приклеиваем наши листочки я не буду ставить на ускорение чтобы вы могли лучше рассмотреть как сделать розочку если первый раз делаете то конечно очень интересно когда первый раз увидела эту технику мне казалось что это фантастика что это невозможно просто очень красиво я прям мгновенно когда увидела на одном вебинаре как делали розы из фамирана это было в четырнадцатом году я прям сразу нашла где купить фамиран и начала увлеклась очень сильно этим а потом переключилась на другие темы но иногда возвращаюсь к этой теме все понятно по моему да приклеиваем розы лепесточки вот так вот все как бы не приклеил все равно будет красиво вот наша розочка формируется становится такой более естественной естественной ну и вот последний листик давайте мы будем мы его приклеим не так что листик не так что привести ки вверх шли а листики вниз опустим каждый раз как бы вы ни делали у вас все равно не получится две одинаковых никогда потому что это невозможно мне кажется сделать одинаковые и вот такая розочка у нас с вами получилась очень красивая посмотрите я делала две абсолютно одинаковой технологии но все равно они получились разные одинаково листики вырезала одинаковой величины и итак следующим этапом мы должны с вами приклеить чашелистики чашелистики вот так приклеиваем вот эту проволоку уже можно обрезать и приклеиваем чашелистики 5 штук у нас так вот 1 2 3 4 и 5 вот так вот мы приклеим сейчас я приклею мы продолжим дальше а теперь давайте подготовим маленькие цветочки сделаем по центру дырочки и теперь берем вот эти вот тычинки я вот так отрежу этим не надо и нам нужно продеть эти тычиночки вот в дырочке вот так вот и здесь подклеить клеем здесь такая тонкая работа поэтому я вот берут шпажку и это чуть-чуть подклеиваем и подклеиваем тычинку к нашему цветочку получается вот такой цветочек и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вот такая брошь для нашей сумочки у нас готова. Впрочем, такие броши можно носить на жакетах, на платьях. Это очень красиво и смотрится как натуральное. Теперь нам осталось совсем чуть-чуть. Я вот эту середину подклею еще таким листиком. Сейчас могу его так тоже немножечко примять, чтобы он был красивый. Вот эту середину заклеим. И нам осталось всего ничего, приклеить вот эту вот основу для броши. Вот так вот приклеиваем. Или смотрим, как нам удобно ее будет носить. Или как будет удобно, чтобы она держалась на нашей сумочке. В общем, брошь есть брошь. Ее можно прикрепить куда вы пожелаете. Сейчас я прикреплю вот здесь ее. Будьте осторожны с клеем, потому что он все-таки очень горячий. И лучше воспользоваться дополнительными инструментами, чем сделать себе ожог. Вот и все. Наша брошь готова. Ой, горячая. Предупрежден, вооружен. Вот такая вот брошь. И сейчас мы ее прикрепим на нашу сумочку. Очень красиво. Вот такая сумочка у меня получилась. Очень красивая, изящная. Я добавила ручки. Не забудьте, что когда вы будете вставлять шнурочки, вставляем с одной стороны, выводим. И с другой стороны вставляем, выводим. Чтобы получился элемент стягивания. Я также сделала донышко. Взяла картонку по величине нашего донышка и обтянула его тканью. Теперь у нас донышко плотненькое. Вот и все, дорогие мои. Наша сумочка готова. И нам осталось добавить только гламурный акцент. Сейчас мы прикрепим нашу брошь. И можно дарить такой шикарный подарок любой девочке. Все будут рады такому необыкновенному красивому подарку. Вот и все, дорогие мои. На этом я прощаюсь с вами. Если мое видео оказалось вам полезным, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего прекрасного. Дарите радость своим близким и родным. Красоты вам и вдохновения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok